Добрый день! Святошная концертная программа «Дефиле Купляйте Белорусское», «Город Майстро» и презентация дитяших инициатив. Это только некоторые мероприемства, которые прошли в Гомеле. Олег Сентюроу об наибольшь секвом и запоминальном. До начала реческого шестя по головной улице Гомеля еще маленький год, а всякие транспаранты уже разгорнуты. На площади Повстани и Каляяе тысячи представителей коллективов и громадских организаций тут же в Денеке Великой Отчины. Для их организаторы подрактовали специальные автомобили. Навум Каплан не только прошел дорогами войны, а ли и больше 30-ти годи оборонял вразимую на пограничных рубежах. Кажется, что День незалежности ли яго свято, якое свечуся наявностью Беларуси в светлой будущине. Было пережито много, но уже достигнуто очень и очень много. Благодаря белорусскому народу, благодаря правительству, благодаря Покошенко. Дай Бог, чтобы все было бы дальше хорошо и спокойно. Беларусский народ все выдержит и добьется новых успехов. Не каждый народ на земле сегодня может оказать наявности соправданной незалежности. У беларусов есть свой дом, який они сами уладковывают и у яким сами вызначают правила гульни. Мы проводим уластную политику и маем уластный погляд на свет. Безумовно можно назвать широких инжих ведомых и маловедомых падей, якие могут надаться не меньше значными. Але их выникам усёж таки стало тое, что сегодня Беларусь незалежная краина. Митинг, когда мемориалы «Вечный огонь» – мероприемство, у яким одночасово урочистость и смуток, радость и слезы, тервоту денег у ветераны войны. Зусим молодыми трапили яны у пекла жорстких боёв. Але на суперку сяму выстояли и перемогли, каб потом уже умеренный час одрадить житё литерально с попелу. Сегодня, коли шерах предприемства в региону, сутыкнувся с экономичными проблемами, а для досягнения станучих выников необходно прокладать значное намагание, ветераны раюць зернуться назад. Тады, после заканчения Великой Ачины, было кудыбуч тяжко. Не хапало працанных рук, будовничьих материалов, сыровины, палева, техники, продуктов харчевания. Але ж яны сдулили и перемогли ещё раз. У денег Великой Ачины герой социалистичной працы Миколай Курсант пришёл на гомсинемашу початку 50-х. Ковалём у простынников в этой профессии праца лёгкой не была Николи. Это тяжёлый блок труд. Очень тяжёлый. Даже снимался небольшой фильм, где-то в архиве лежит, как работали кузнецы. Где бывает легко? Надо работать, и будет легко. У святочной программы «Белорусская гульни» и «Дефиле» купляется «Белорусская». Презентация детячих инициатив и краизнавчая аллея «Старый Гомель», плюс шматреки концертной программы, головные за ких проходить под назвой «Мы, белорусы, мирные люди», на пряцовце, лепшем остатской коллективы города и в области, плюс патриотичный блок с показальными выступлениями. Это всё ж таки День незалежности, яны завсёды на варсе нашей безпеки, военнослужащая и бойцы подразделений в Министерство по незвычайных ситуациях. После закончения концерта организаторы признаются, заразумело хвалявались, а я всё отрымался, как и Ниль Галиевш, по первую чергу, дякуючу профессионализму, у дельнику концерта. Один, единственный такой праздник, День независимости нашей республики, где молодёжь, пожилые участники творческих коллективов, они ответственно подходят и серьёзно к этому празднику, поэтому мне было очень-очень легко работать. И я благодарен всем тем, кто принимал участие в этом празднике. У вогули профессионалы на Гомишине сегодня есть во всех сверхах, что я ещё раз подтвердил город майстров. Сегодня в регионе працуют сотни майстров декоративно-прокладной творчести, яке, сдаётся, могут всё от выработки лодок по старожитных технологиях до отказства рушников с поясами. Беларусь и в таймнику Гомишина за учёты славились своими гончарными майстрами, до речи, как вырабить вот такие сбаны, с управленному майстру потребного всего никаких один. Его головное призначение – заховывание разных напоев у тимлику квасов. Святочные мероприемства с нагода Дня Незалежности прошли и во всех районных центрах Гомишины. Причём, усюда имкнулись и знайси нечто своё. У Музыры, наприклад, презентовали молодёжный проект «Велосипедный транспорт будучи здоровой нацией». У городским посёлку Октябрьский организовали конкурс букетов, а у Рогачёвы запросили на кулинарный фестиваль. Александр Тюров, Игорь Мариченко, телерадокомпания «Гомель». К тому часу в Светлогорском районе основные подеи святкования Дня Незалежности разгорнулись на мемориальном комплексе «Багратион». 3 липня тут отбылось открытие музея, присвященного одной из самых масштабных военных операций в истории. Сярод первых наведывальников новой установы и наш корреспондент Дмитрий Котов. Музей блиндажного тыпа – стоправный летопись подеи 70-годовой давнины. Миновата тут, на 71-м километре Шашиба-Бруйск-Мазыр, 24 червеня 1944 года почалась масштабная наступальная операция советской армии, якая заявляется переломной подеей в истории Великой Айчинной войны. Командующий 1-м Белорусским фронтом маршал Константин Рокоссовский выказал пропонову, якая стала новиной для тагочасной военной стратегии – нанесение одразу двух галонных ударов по формированиям ворога. Глубокая шалонированная оборона и вот нашим войскам предстояло, конечно, совершить невообразимое прорвать эту оборону и для этого Рокоссовский не стал, так сказать, пытаться растягивать свои силы, сконцентрировал многократный перевес на узких участках и вот здесь на этом участке это было южнее Парич и, собственно говоря, один из главных ударов шел именно отсюда, второй со стороны Рогачева. 25 и 26 червеня советская армия развивала наступление, 27-го сомкнулась Аколова, Акол Бобруйска и была полностью изнижена немецкая группировка. 50 тысяч немецких солдат загинуло, 20 тысяч были взяты у полон. Выником поспехового початку операции «Багратион» стал далейший выход про Слуцк и старые дороги до Минска, який 3 липеня был вызволен от оккупантов. У музея об этих подеях нагадывают архивные документы, фотосдымки, узоры зброи и военной амуниции. Историки посправовали узгадать кожного, кто унес важкий уклад у поспех операции «Багратион». Особливую увагу притягивает вот этот инфокиоск. Подобные аппараты вельми популярны во прошлый час в установах культуры. Наведывальники музея смогут доведаться, например, об операции «Багратион», альбо отримать полную информацию об подеях и героях Великой Айчинной войны. Для того, что тут находятся материалы про Светлогорский район, его послевоенное и сушасное развитие. С нагода открытия музея каля мемориального комплекса собрались ветераны войны, вязни фашистских концлагеров, представники Улады, кероники предприемства, уже хоры райцентра и ближайших вёсок. Усягон на урошистом мероприемстве присутничало каля трёх тысяч человек. Музей очень хорошо. Это наша история, это наше прошлое. Ну и показываем для нашего будущего. Военный музей – суместный проект Гомельского областного музея военной славы и Светлогорского гисторика-краизнавчего музея. Партнёры мают намер протягивать супрационниство и долей. Тым часом и уместцовым райвыконками обещают протягнуть развитие мемориального комплекса. Мы разговаривали и с нашими специалистами, что на самом деле сегодня необходимы какие-то материальные средства, и чтобы фонд нашего сегодняшнего мероприема постоянно пополнялся, чтобы людям было интересно. Дмитрий Котов, Валерий Гопанько, отель радиокомпания «Гомель», Светлогорский район. Удел в аурашистостях у День незалежности на Гомельшине принялись свыше 100 тысяч человек. Завершились святошные мероприемства акцией «Проспеваем гимн разом». Кировники в области города, ветераны войны и працы, военнослужащие, активисты громадских организаций, шматлики и горожане и гости областного центра. У Гомеля уделу республиканской акции «Проспеваем гимн разом» завершилась святошным фейерверком. Патрадовецы на передний Дня незалежности Беларуси на Гомельшине вызначили уладальника звание «Человек года». Гэта специальная узнагорода облвыконка МАС 2009 года шту год урушается за заслуги у профессиональной и громадской деятельности у семи номинациях. Узнагороды переможцам были урушены по часу расистого сходу. Сергей Негеревич протягне. Напереды Дні Головного свято краины областным громадско-культурным центром «Аншлаг». Заполненная зала собрала представников усіх сверхгромадского життя, открывая урочистую частку выступления старшини Абалвакан Кама. Владимир Дворник витая ветеранов и усіх присутных, узгадывая, что для Беларуси значить 3 липня и якими намаганнями одновлялся регион пасля войны. Расповідая об досягненніх Гомельшины на сучасном этапе, гонориться саправды есть чим. И, конечно, увеншуюсь Днем Незалежности. Свадову да и независимость беларусского государства в наших руках. Мы будем непобедимы до тех пор, пока нас украпляет единство. Счастья, здоровья и благополучия вам, дорогие земляки. Пусть семьях царат согласия и достаток. Пусть каждый день приносит вам заслуженный успех, новые достижения и добрые дела. С праздником! И вот хвалюючи Момонту знагороджение тех, кто по выниках 2014 года удостоены звания Человек-года. Первая номинация служу Айчыне. На сцену запрашают Александра Чигера, начальника Мазырского Гаррая отдела по надзвичайных ситуациях. На дорученной ему территории за пятигодку два раза изнизилась колькость пожаров и гибели на их людей. Утым лику не загинуло ни одного дитяти. Хотя сам номинант ГТ досягнение лечить не особистой заслугой. Работа была проведена огромная. Хочу отдельно передать свою благодарность службам, которые взаимодействуют с нами службой профилактики и также районным исполнительным комитетом. Без их и, конечно, свою коллективу Мозорскому гарнизону. Без их совместной нашей работы не было таких результатов. У номинации унитарного предприемства Уникон Жлобинского района Михаил Яусеев. За годы проведения конкурса гонорового звания «Человек-года» удостоено уже 49 человек. Але нема сумненне, у соправды достойных на Гомельской земле еще не одна сотня иного тысяча. И они, напевно, еще покажут себе. Сергей Нігревич, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Сегодня у нашей країни означається День кооперации. Даривши своє професійное свято, работники Галіны сустракають і у інших державах, бо сьогодні так само Межнародний День кооперации. Напередодні у Гомельському областному союзі з поживецких товариств упрошел урочистый сход. У делу святошного мероприемства приняли керівники, работники і ветераны Галіны. Згодно з доброй традицией, подчас святковання Дня кооперации были узнагороджены лепші работники і колективи. За продуктивну шматгадовую працю і особисту укладу розвиті з поживецкой кооперации пераможців у розних номінаціях узнагороджені гоноровыми грамотами Гомельського облваконкама, правління Белкапсоюза і Гомельського облспоживсоюза, а так само обкама профсоюза работників з поживкооперации. Треба знашити летость кооператори нашого регіона спрацавалі вельми показальна. По выніках господарших фінансовой дійності за 2014 год Гомельський облспоживсоюз заняв другое місце у республіці. Подобний поспіх вынік отказной і добросумленной працю як кожного особного работника, так і усяго шматтысячного колективу. Огромне спасіба за повседневний труд, за те заботи і нужды, які своїм ежедневним трудом вони оказывають населению області. Всем крепкого здоров'я, счастья, благополуччя, успіхів! С праздником, уважаємо кооператори Гомельський! Своє професійне свято означали так само супраціонники обласної дзяш-аутоінспекції. Служба, відомая кожному аутомобілисту і пішоходу, була створена 79 гадів тому. Почасу Рашиста Сходу з на годы свято інспекторы ДАИ отримали грамоты і подяки. Десять з їх узнагорожені нагруднім знакам «Выдатник ДАИ». Гоноровими гостями мероприємства стали ветераны дзяш-аутоінспекції, які просвятили службі на дорогах дзесятки годів життя. Сьогодні, деля безпеки руху, на дорогах в області у регіоні працюють більше як 400 інспекторів ДАИ. У середнім за сутки вони виявляють з висші 600 порушеньів правилів дорожного руху. Спиняють більше як 10 нитвярозих водителів. Нікаторі з їх затримлюють з ризикою для власного життя, з погоні і стрільбою. На узброєнні супрацівніка у дорожньо-патрульній службі сушасна спеціальна техніка. От сіба лично, от сотрудників апарату управління ГАИ искренне поздравить весь личний состав Государствено-домбільній інспекції Гомельщини і, конечно же, всіму личному составу і їхнім сім'ям здоров'я, благополуч'я і, конечно, як завсіда, желаю зелёного света. На гэтам випуск завершено. У студії працавала Маргарита Шубукова. Усяго доброго і до зустрічі у ефірі.